Юные жители Тубкарганского района познают духовные и национальные ценности на практике в летнем лагере. Для организации эффективного и интересного отдыха детей свою работу начал этнолагерь. На территории школы были возведены юрты, а школьники активно участвуют в изучении традиционного музыкального, танцевального и прикладного искусств. В национальных играх готовят казахские блюда, познают историю родного края. Подробнее в следующем сюжете. Камас-Мурундук – одна из самых известных традиций, когда всех приглашают на первую пробу кобыльевого молока. Сегодня на площадке этнолагеря привязали жеребенка и приступили к доению кобылы. Школьники отведали парное кобылье молоко саумал и заранее уже приготовленный за 2-3 дня кумыс. В этнофестивале Камас-Мурундук приняли участие 160 детей. Встреча школьников – вторая по значимости традиция после празднования наурыза. Ученица третьего класса Айнамкос удивила участников фестиваля тем, что сама подоила кобылу. А затем собравшиеся поделились информацией о пользе национального напитка. В 5 лет я увидела, как дует кобылу моя старшая сестра. Тогда я попросила ее научить меня. Вот так с 5 лет я начала учиться этому навыку. В прошлый раз, когда я была в лагере, нас учили сборки юрты, готовить национальные блюда. Мне очень нравится посещать летний лагерь. Каждый день бед на лагере начинается с необычного мероприятия. Каждую минуту свободного времени дети посвящают знакомству с традициями и национальными ценностями. Всего здесь 8 групп. Особенность в том, что каждая группа занята в одном кружке. В частности, ребята учатся плести циновки, валять войлок, ткать узоры и трепать шерсть, прясть пряжу. Кроме того, девочкам демонстрируют способы приготовления национальных блюд. А мальчики изучают эпические поэмы, благословения, расширяя свой кругозор и знания. В день открытия лагеря перед школой мы показывали детям процесс сборки юрты. Это важно в рамках национального воспитания подрастающего поколения. Сегодня мы организовали мероприятие, посвященное в последнее время забытой традиции – хамас-мурундык. Раньше праздник проводили после рождения жеребят. Даяли кобылу, а после пробовали парное молоко, устраивали праздник, желая друг другу процветания. Проводили национальные игры, угощали традиционными казахскими блюдами. Мы хотели показать детям, насколько богаты и интересны традиции нашего народа. На школьной площадке в специальной юрте был установлен земельный очаг. Здесь школьники познакомились с приготовлением горячих борсаков и мяса в Казани. Кроме того, дети увидели, как готовится хлеб на углях. Познакомиться детям с особенностями национальных спортивных игр – «Казак Куресы», «Аса Кату», «Тенгеу», «Аудораспак». Василий Конширова, Саламат Каипов, Дидар.